На портал «Гзагет» поступил вопрос, что такое духоносность? Ну, человек духоносный, когда он имеет Дух Святого, Святого Духа, это чувствуется. Вот я в своей жизни общался с людьми, которые были такие духоносные старцы. Знаете, от них исходит радость, от них исходит особый мир в душе. Это даже когда они особо еще не говорят. И это очень сильно на человека действует. И другие люди, которые там, например, общались с Иоанн Кристианкиным, Архимандритом Иоанн Кристианкиным, человеком, который, я думаю, будет когда-то прославлен в свое время. Да, они тоже говорили, что просто что-то особое, какое-то особое внутреннее духовное состояние. Но и когда они заговаривали, это все еще больше усугублялось. Как эти люди пришли к тому, чтобы стяжать Дух Святой? Исполнением Евангелия, исполнением Христовых заповедей. Они очистили свою душу от греха путем поста и молитвы. Они были готовы на определенные жертвы ради Христа. И они их приносили, опять же, в виде поста, молитвов, каких-то поступков, может быть, очень даже, может, и на смелых, точки зрения человеческого взгляда. И Господь за их верность, за их стремление к Нему дал им благодать Дух Святаго. И вот этот благодать Дух Святаго, она им заменила все остальное. Как вот по Евангелию, когда некий купец нашел ценную жемчужину, он все продал, чтобы ее купить. Когда человек обретает благодать Дух Святаго, все остальное становится пресным и неинтересным. Когда люди думают, что вот эти старцы, святые, отшельники, подвижники, сотворники, они, знаете, такие люди, которые себя от всего хорошего жизни отрезали, вот только упастятся, молятся, ничего хорошего в жизни не знают, и зачем это нужно. Это, говорят люди, которые, погодать Дух Святаго, никогда не испытывали, даже они, скорее всего, не знают. А вот люди, которые прикоснулись, мол, Дух Святаго, им все вот наши многочисленные всякие явства, все наши развлечения, кино, интернет, там еще что-то, им все это, ну, это, знаете, такие, ну, песочницы, в которых дети играют. А у них Бог. И вот, и более того, они не только сами этим могут наслаждаться, это могут блаженствовать, они, как и сам Бог, это тоже, естественно, это готов всегда, готов с нами поделиться, своей благодатью, если только мы не всегда ее готовы взять. Так вот, эти люди тоже готовы поделиться Божьей благодатью. И по возможности делятся. Поэтому дай Бог, чтобы мы вот эту Божьую благодать все-таки вот чувствовали. Ну, и дай Бог каждому из нас, чтобы мы каких-то таких вот людей, которые всегда есть, были и будут, может быть, на нашей жизненной пути они бы нам встречались. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok